Что касается морфологической дифференциальной диагностики и морфологических, в первую очередь, критериев такой нозологической единицы, как диспластический неус. Но начать нужно, конечно, с того, что в принципе дифференциальная диагностика, диагностика меланцитарных образований кожи, она базируется на двух больших китах. Это архитектурные характеристики и цитологические характеристики. И если с цитологическими характеристиками все довольно понятно, потому что их немного, это степень полиморфизма, то есть вариабельности, размеры, формы, характеристик морфологических клеток относительно друг друга, наличие метозов, особенно за пределами пролиферативных зон, которые в норме встречаются в базальном слое эпидермиса. И наличие некрозов, в том числе некрозов индивидуальных клеток, что встречается, как правило, в злокачественных новообразованиях. То спектр архитектурных характеристик, он очень широк. И включая в себя все те параметры, которые также и в клинике оцениваются в рамках классификации BCD. И здесь есть ряд сложностей, которые связаны с тем, что мы не просто должны оценить архитектурные критерии, опираясь на какие-то пороговые значения, либо на какие-то опорные моменты, но мы еще должны взвесить каждый из признаков с учетом общеклинической информации, потому что вес этих признаков может существенно варьировать в зависимости от локализации образования, является ли это образованием эллицитарным, образованием специализированных сайтов, так называемых, от возраста, пола, гормонального статуса, беременности и так далее. То есть это накладывает определенный отпечаток, усложняет нашу работу, делает более вариабельной индивидуальную трактовку каждого из критериев, снижает степень внутри- и межисследовательской воспроизводимости и делает практически невозможным формулировку четких, надежных, простых критериев. Но тем не менее усилия в этом направлении неустанно предпринимаются профессиональным сообществом, потому что если критериев нет, либо они совершенно описательные и субъективные, тогда ни о какой воспроизводимости в принципе не может идти речи. Поэтому нынешняя версия классификации пошла вперед и внедрила в категории, помимо качественных характеристик, еще целый ряд количественных характеристик. Если мы будем говорить о критериях диспластического невуса, они перечислены на слайде. Первый из них размерный, это ширина или диаметр фактически наибольшее образование, который должен превышать 5 мм по клиническим данным и 4 м по микроскопическим измерениям, потому что в силу обработки, которая подвергается гистологический материал на этапе от забора до получения микропрепарата, происходит его обезвоживание, обезжиривание и в общей сложности он в большей степени сжимается. И поэтому размер несколько меньше в микропрепаратах, этот порог несколько меньше. Понятное дело, что он не может быть абсолютным, ни один из критериев таких размерных не является абсолютным, но тем не менее это один из ориентиров, на которые можно опираться и которые необходимо учитывать на первом этапе, когда мы занимаемся анализом микроскопических изменений. Следующее, на что требуется обратить внимание, то что это целый спектр архитектурных изменений, которые характеризуют данную нозологическую единицу, и обязательно наличие обеих из перечисленных категорий. То есть категория, которая всем знакомым патологам, которые так или иначе с меланцитарными образованиями имели дело, это неправильные в широком смысле этого определения гнезда, они могут быть неправильные по форме, неравномерно распределенные, неравномерные по размеру, они могут быть неправильно ориентированные, это могут быть какие-то ориентированные под углом или горизонтально, как правило, расположенные гнезда, в том числе сливающиеся соседние гнезда, то что называется бриджинг или формирование так называемых мостиков за счет меланцитарных гнезд между эпидермальными сосочками. Кроме того, возможно наличие дискогезии, то есть дискретного расположения интерэпидермальных меланоцитов в пределах гнезд, и обязательно это должно сопровождаться повышением плотности негнездных меланоцитов, расположенных на границе между эпидермисом и дермой, так называемых юнкциональных меланоцитов или пограничных, если на русский язык переводить. И есть, опять же, у нас количественный критерий, который говорит о том, что вот это повышение плотности считается достаточным, если оно, а, имеется довольно протяженный участок больше 1 квадратного миллиметра, и, б, их количество превышает количество базальных керотиноцитов. То есть должно быть два архитектурных условия соблюдено для того, чтобы поставить диагноз диспластического невуса. Ну и, помимо всего прочего, нам необходима цитологическая атипия, помимо архитектурной. Если же мы будем идти пошагово, как обычно мы идем при анализе меланоцитарных образований, то на первом этапе мы должны оценить степень симметрии образования относительно вертикальной оси, которая проводится через условный центр образования, и мы должны сравнить правую и левую половину. Мы видим, что, как и в этом примере, что, собственно, характерно для диспластических невусов, это определенная степень асимметрии относительно этой вертикальной оси. Это отражается, собственно, и в клинике, то есть это клинически может быть асимметричное образование с точки зрения формы, с точки зрения архитектуры. Как правило, это образование плоское, потому что если мы будем говорить о диспластическом невусе вообще как классе, то это атипия, как архитектурная, так и цитологическая, которая касается юнкциональной зоны образования. То есть если мы условно все меланоцитарные образования поделим на такие компартменты, то у нас есть, собственно, эпидермис, который от дермы подлежащей отграничен базальной мембраной, и большинство меланоцитарных образований располагается именно вот в этой зоне эпидермодермального соединения, или junction по-английски, и в русской литературе сейчас отдаётся предпочтение использованию транслитерации, юнкциональной, для определения всех архитектурных изменений, которые располагаются в зоне эпидермодермального соединения. Это связано, опять же, с тем, что если мы будем использовать термин пограничный, то это слово несёт в себе, в общем, такую амбивалентность, потому что, с одной стороны, это то, что находится на границе между эпидермисом и дермой, это нам понятно, а с другой стороны, если мы выйдем за рамки, так сказать, морфологического кабинета, то и для клинициста, и тем более для пациента слово «пограничный» может иметь в себе значение пограничный по степени агрессивности, пограничный по степени злокачественности, то есть пограничный в биологическом смысле, а не в анатомическом. Поэтому, конечно, этот термин пытаются заменить таким как-то более сложным англицизмом, но тем не менее, который позволяет избежать двусмысленности. Помимо архитектурной симметрии мы ещё оцениваем симметричность пигментации или распределение пигмента. И для диспластических невусов также, как и в отражении клинической и дерматоскопической картины, характерно в большей степени несимметричное распределение пигмента, неравномерное распределение пигмента относительно вертикальной оси. Кроме того, при наличии дермального компонента, потому что диспластические невусы могут быть сложными по своему строению, как правило, эпидермальный компонент выходит за пределы дермального и может несимметрично выходить за его пределы, формируя так называемое плечо, и плечо может быть асимметричным. То же самое касается воспалительного инфильтрата, который может быть в диспластических невусах и может быть выражен в разной степени, и он может быть вторичным также на фоне травматизации, и при отсутствии клиники, клинической информации бывает тяжело провести границу между, так сказать, привлечённым инфильтратом за счёт биологии опухоли и травматическим инфильтратом за счёт каких-то внешних воздействий. Вот, собственно, первый архитектурный признак – это неправильно расположенные, неправильные по форме, неправильно ориентированные относительно горизонтальной линии либо оси сосочков – это горизонтально расположенные гнёзда. И зачастую, в чём сложность инфильтрата, будь он травматический, либо привлечённый опухоли, он может маскировать меланоцитарный компонент образования и делать более сложную оценку архитектурных изменений, но, тем не менее, вот мы можем отграничить эти горизонтально расположенные гнёзда, в которых, помимо всего прочего, здесь ещё и дискретно относительно друг друга, не на всём протяжении, но, тем не менее, часть клеток отстоит друг от друга, что является одним из проявлений дискогезивного роста. Но мы помним все, что это может быть артефакт, это может быть артефакт ретракции за счёт обработки гистологического материала, и такие артефакты нередко возникают и при неадекватной фиксации, при задержке фиксации, и при очень быстром обезвоживании материала в нарушении протокола проводки. То есть это дополнительные сложности, которые возникают в работе патолога, когда нам тяжело отделить биологические проявления от артифициальных изменений, но в силу того, что мы видим и в более глубоких отделах дермы, и в пределах инфильтрата масса вот этих щелей и разрывов, мы можем предполагать, что выше вероятность того, что это артифициальная дискогезия. Но тем не менее архитектуру этих гнёзд мы можем оценить. Второй обязательный критерий для диспластического невуса архитектурной это увеличение плотности юнкциональных меланоцитов, которые располагаются в зоне эпидермодермального соединения вдоль базальной мембраны эпидермиса. И мы видим, что количество меланоцитов превышает количество базальных кератиноцитов. Они формируют группы и разного размера гнезда, как в области вершин сосочков, так и на их боковой поверхности, и в том числе формируют гнезда сливные, формирующие так называемые мостики или бриджинг. Иногда мы тоже не имеем таких отчётливых, простых, очевидных, лёгких для восприятия изменений, которые позволят нам сказать, что это действительно именно юнкциональные меланоциты, которых больше, чем кератиноцитов. За счёт пигментации может маскироваться эта архитектурная аномалия. Но для диспластических неусов в том числе характерна и вот такая элиминация пигмента, и его восходящее движение в пределах эпидермиса, и элиминация в том числе в роговых массах. Но в силу того, что опять же из-за обработки материала, из-за толщины среза, мы не всегда можем достаточно чётко, надёжно сказать, это кератиноцит или меланоцит. В таких ситуациях можно, конечно, пытаться использовать иммуногистохимию с точки зрения возможности подсветить тот или иной тип клеток, но здесь необходимо, конечно, будет выбирать маркёры в большей степени ядерные, которые при этом лишены цидоплазматического окрашивания. Для этого можно использовать СОГС-10, но это тоже не всегда простое решение. Вот этот пример гораздо проще с точки зрения оценки плотности юнкциональных меланоцитов, потому что мы здесь видим, что они имеют гораздо более характерные, но тем не менее артифициальные, свойственные для них изменения. Это такое перенуклеарное просветление, такая светлая цитоплазма, оптически пустая. Мы видим, что действительно на довольно большом протяжении. То есть мы должны оценить не только степень плотности, превышение количества кератиноцитов, но и эти изменения должны иметь протяжённость для того, чтобы соответствовать критериям диспластического неуса. Что же касается цитологической атипии, то, как уже упоминалось о том, что раньше она градировалась трёхступенчатая, то есть она градировалась как слабая, умеренная и тяжёлая. На сегодняшний день, как и во многих других локализациях, при оценке степени дисплазии или злокачественности мы уходим от трёхступенчатых категорий к двухступенчатым. Это повышает воспроизводимость оценки этой категории. И что ещё важно отметить, то с целью повышения сходимости оценки, опять же, введён дополнительный размерный критерий или количественный. И у нас есть попугай, с которым мы должны сравнить размер меланоцитов в пределах образования, которые мы хотим оценить с точки зрения наличия либо отсутствия цитологической атипии. И этот попугай у нас базальный керотиноцид и его размер, потому что цитоплазма, как правило, у них мала. Но в чём есть дополнительная сложность, когда у нас эти попугаи очень незначительно отличаются по размеру от нижнего порога. То есть это один-полтора размера. Это дополнительный субъективный критерий, потому что в таких незначительных пределах очень тяжело с достаточной степенью объективности этот размер оценить. И размер сам по себе тоже не может быть достаточным основанием для того, чтобы градировать атипию в той или иной степени. Опять же, это может быть связано и с обработкой материала, и с биологическими особенностями образования. И у нас есть дополнительные качественные характеристики, которые позволяют отнести изменения к атипии и её в определённой степени градировать. Это гиперхромазия или характеристики хроматина меланоцитов. Это степень вариабельности размеров относительно друг друга или полиморфизм. А также наличие и характеристики ядрышка в пределах ядер атипичных меланоцитов. То есть это всё равно получается интегративная характеристика, как качественная, так и размерная. Но это должно повысить её воспроизводимость, имплементация размерной категории. И если мы будем говорить о градации диспластических невусов или степени дисплазии, то на сегодняшний день она базируется именно на тяжести цитологической атипии. То есть степень архитектурных нарушений может быть разная. Если цитологическая атипия тяжёлая, тогда диспластический невус расценивается как high-grade или невус тяжёлой дисплазии. Вот пример того, как мы можем оценить. У нас есть здесь в пределах микрофотографии базальные кератиноциты. И мы видим, что меланоциты образования, они отличаются более конденсированным хроматином, то есть определённой степени гиперхромазии, но их размер не превышает полутора размеров базального кератиноцита. Ядрышки отсутствуют. И таким образом мы можем оценить эту атипию цитологическую как лёгкую. Вот пример тяжёлой степени цитологической атипии. У нас есть базальные кератиноциты, у нас есть резкополиморфные меланоциты с высокой вариабельностью размеров и характеристик ядра. Есть и гиперхромные, есть с просветлёнными ядрами, и в том числе есть меланоциты с базофильными ядрышками, как центральным единичным, так и несколькими ядрышками в пределах одного ядра. В этих крайних категориях это просто, но, к сожалению, всё не всегда так просто, потому что если мы возьмём образование со шпицоидными чертами или шпицневусы, то эта схема категоризации атипии в них не работает, потому что по определению морфологическая характеристика клеток в шпицоидных образованиях, это крупные эпителиоидные или веретиноклеточные меланоциты с укрупнённым по сравнению с нормальным меланоцитом, и в том числе по сравнению с нормальным базальным кератиноцитом ядром, и зачастую это клетки с центральным ядрышком. То есть в этом отношении мы понимаем, что эта классификационная схема по большому счёту работает в пределах одного патогенетического пути. Как уже было сказано сегодня в начале нашего, хотела сказать, вечера, в начале этого дня, диспластический неус относится к первому патогенетическому пути, это образования, которые развиваются на коже, подвержены периодическому солярному повреждению, с низким кумулятивным солярным повреждением в целом, и в пределах этого патогенетического пути эти критерии работают. Шпицоидное образование, невусы шпица, типические спицоидные опухоли и спицоидные меланомы относятся к другому совершенно патогенетическому пути, они имеют другой патогенез, они, как правило, не ассоциированы с солярным повреждением, либо ультрафиолетовое излучение, не играет критической роли в патогенезе этих образований, у них свои цитологические характеристики, которые, собственно, позволяют на основании морфологических изменений выделить их в отдельную группу, и они должны анализироваться отдельно по разработанным для них критериям. Кроме того, для диспластических невусов есть ряд дополнительных структурных изменений, с которыми мы можем столкнуться, которые не являются для этих образований специфичными и тем более патогномоничными, но могут иметь место. Это, как правило, удлинение довольно равномерно эпидермальных сосочков, которые имеют примерно равную ширину. Возможно, наличие фиброза сосочкового слоя дермы разного типа, лимфоцитарный инфильтрат тоже может быть выражен в разной степени, в том числе может быть выражен довольно хорошо и маскировать архитектурные изменения в пределах образования. Возможно, наличие дермального компонента. Как правило, дермальный компонент локализуется в центральных отделах образования. В нем не должно быть проявлений атипии цитологической, не должно быть метозов, потому что если мы сталкиваемся с атипическими структурными и цитологическими изменениями в пределах дермального компонента, мы с вами попадаем в совершенно другую категорию мелимфоцитарных образований с пограничным, либо неопределенным потенциалом злокачественности, и это образование не должно рассматриваться в качестве диспластического невуса. И, как я уже говорила, эпидермальный компонент может асимметрично распространяться за пределы дермального компонента, формируя так называемое плечо. Кроме того, возможно наличие повышенного количества сосудов в дерме, как правило, сектазии их просвета, они имеют подчеркнутые контуры стенки, легче визуализируются, чем вне пределов образования. Что неприятно и создает дополнительные сложности всегда для патолога, это действительно возможен самопроизвольный регресс образования, либо его части, и в соответствующем клинико-морфологическом контексте это может создавать сложности в плане дифференциальной диагностики с регрессирующим образованием большей степени злокачественности, в том числе с регрессирующей меланомой. Кроме того, возможно формирование выраженного фиброза в центре диспластического невуса. Чаще встречается это в образованиях, расположенных на спине, и вообще спина является преимущественным местом для локализации диспластических невусов, и в данном контексте это создает дополнительные дифференциально-диагностические сложности с травмированными невусами, которые тоже могут иметь в центре образования фиброз. И проблема в том, что рекуррентные рецидивные невусы и травмированные невусы имеют определенную степень архитектурной и цитологической реактивной атипии, которая является следствием травмы. Поэтому при отсутствии анамнеза травмы бывает очень тяжело отдифференцировать реактивную атипию, как архитектурную, так и цитологическую, от истинной атипии, которые являются проявлением дисплазии в диспластическом невусе. Таким образом, если мы немножечко резюмируем, то есть целый ряд опорных пунктов, которые необходимо оценивать при желании поставить диагноз диспластического невуса. Первый – это эпидермальный компонент и функциональная зона, потому что это именно тот компартмент, в котором локализуются изменения, как архитектурные, так и цитологические, должны там локализоваться и должны ограничиваться этой зоной. Это, собственно, архитектурные изменения в виде неравномерности гнезд, формы, размера, расположения и так далее, в том числе горизонтальная ориентация, слияние гнезд, классические признаки, расположение на латеральной поверхности эпидермальных сосочков, в отличие от стандартного банального невуса, когда мы видим расположение гнезд в области верхушки сосочка эпидермального. Это возможная дискогезия клеток в пределах гнезд и облигатная необходимость повышения плотности негнездных юнкциональных меланоцитов при наличии различной степени цитологической атипии. Но есть, как всегда, у нас гистологические варианты. Гистологические варианты выделяются в разных локализациях по разным причинам. С одной стороны, это могут быть варианты, которые отличаются по клиническому течению. С другой стороны, это варианты, которые создают дополнительные сложности в плане диагностики. С точки зрения диспластического невуса, это диагностические сложности. Первая категория – это диспластический невус с пиджитоидными меланоцитами. И в данном контексте это не архитектурная характеристика, то есть это не расположение клеток в пределах эпидермиса, а это в большей степени описательная цитологическая характеристика. Это говорит о том, что в пределах диспластического невуса могут встречаться крупные эпителиоидные меланоциты с довольно широкой светлой цитоплазмой, которые, собственно, визуально напоминают клетки при карциномии пиджито. Кроме того, возможно, даже определенное восходящее их расположение в пределах эпидермиса, но это не должно быть выше середины шиповатого слоя эпидермиса, и, как правило, это центральное дело образования. Чаще можно с такими образованиями встретиться, наверное, все-таки в специальных локализациях. Сложный лентегенозный диспластический невус – это, собственно, когда у нас есть и эпидермальный, и дермальный компонент, регрессирующий диспластический невус, соответственно, при наличии признаков регресса, диспластический невус со спецоидными чертами, как, собственно, архитектурными, так и цитологическими, и диспластический невус может быть ассоциирован с меланомой. То есть это всегда то, что мы ищем, потому что на сегодняшний день, в том числе и в контексте диспластического невусного синдрома и при наблюдении за пациентами с множественными пигментами новообразованиями, и при выявлении образований с признаками клиническими и дерматоскопическими ATP, показанием для экцизи одним из основных является исключение меланомы. То есть при подозрении клинически на меланому образование иссякается с точки зрения его исключения этого злокачественного новообразования, и мы знаем, что диспластический невус может быть фоном для развития меланомы. Поэтому в этом контексте особенно асимметричное образование необходимо очень тщательно исследовать с точки зрения макроскопии, вырезки и с точки зрения оценки микроскопических характеристик.